Тотальная проверка грамотности состоялась. Всероссийский диктант в эту субботу написало больше двух тысяч человек. Среди них и люди с ограниченными возможностями. Впервые пройти тестирование смогли слабоведящие и глухие горожане. По предварительным итогам отличников в этом году не будет. Почему, расскажет Анжела Брик. Такой сознательности позавидует любой педагог. В выходной день на площадках, где проходит тотальный диктант, нет свободных мест. Горожане по собственной воле проверяют, насколько они грамотны и что помнят из курса русского языка. Хочется свои знания проверить. У меня сегодня день рождения. Решила себе такой подарок сделать. Оценка будет хорошая. Я уверена в этом. Я хорошо знаю русский язык. Не готовились специально для того, чтобы для себя определить, насколько наши знания сейчас остались после школы. Тексты для участников подготовила казанская писательница Гузель Яхина. Варианта три. Утро, день и вечер. Уральцам достался день. Читать его диктаторы, так называют тех, кто проводит диктант, готовятся буквально на ходу. Рассказы рассылаются лишь за несколько часов до старта. Звездные чтецы переживают за пишущих и стараются помочь, выделяя голосом знаки препинания. Это особенность этого текста. Там довольно много так называемых авторских знаков. У нее в нескольких случаях двоеточие, которые в принципе можно заменить и на тире, и просто запятой. Вот. Я, как я, так сказать, эти двоеточия покажу? Вот. Я только паузы могу делать там между этими знаками. Спасибо, что не было прямой речи. На самом деле, тут все расписано. Где пауза, где красная строка, где что. В общем, трудно не написать на пятерку. На пятерку можно оценить и организацию диктанта. Его впервые смогли написать люди с ограниченными возможностями здоровья. Глухие и слепые горожане. Это стало возможным благодаря помощи городского партнера тотального диктанта Фонда Святой Екатерины. Тотальный диктант, безусловно, уникальный проект. Проект, благодаря которому каждый желающий один раз в год может проверить знания русского языка. В этом году я и сам хочу принять участие. Безусловно, считаю себя грамотным человеком, но посмотрим, какие будут результаты. Когда в диктанте была поставлена точка, участники начали делиться впечатлениями. Говорят, текст оказался весьма непредсказуемым, поэтому и результат предсказать сложно. Текст замечательный, очень интересный, и много здесь оборотов, и много авторского стиля, к тому, к чему мы готовились. Вот тире, двоеточие. Списывать не даю. Говорит, дай спешу, дай спешу. Как это написал здесь запятую, поставил, не поставил. А ты у меня постоянно в листах не спал. На проверку более двух тысяч работ понадобится около трех дней. Ведь желающих оценить свою грамотность в разы больше, чем филологов, которые выискивают у них ошибки. Мы находимся в самом сердце тотального диктанта. Это штаб по проверке работ. За два дня удалось проверить больше половины диктантов. И нужно сказать, что отличников в этом году будет немного. Накануне я проверила около 150 работ, и среди них всего три оказались на отличном. Напомню, что в прошлом году каждый десятый участник получил пятерку. Претендовать на пятерку могут только те, кто написал диктант вообще без ошибок или с одной пунктационной. Таких счастливчиков наберется не больше четырех десятков. Как рассказали знатоки, почти всех потенциальных отличников подвело слово «не спеша», которое большинство написало слитно. Хотя по тексту это не так. Зато прилагательно «сомномбулический», которому прочили статус главной проблемы, участников врасплох не застало. Анжела Брик, Влад Клупаев. Главные новости Екатеринбурга.